Сила тяготения Сила протяжения направлена к центру Земли Если речь идет о движении планет вокруг Солнца То сила протяжения планет направлена к Солнцу То есть сила центральная Проходит через одну точку Хотя, конечно, Землю за точку трудно представить себе Но в галактическом масштабе, конечно, точка Давайте уравнение В теоретической механике известно было понятие величина L0 Момент количества движения относительно некоторого центра Момент количества движения Ну, само количество движения Q Это у нас масса на скорость Фактически количество движения та же скорость Просто растянутая в массу раз В m раз Количество движения в голове держи скорость То, что направлено как скорость, только растянутая в m раз А это момент количества движения Ну, как момент силы Как момент вообще любой величины вычисляется Как это радиус вектор Векторное произведение на это самое Q Ну, здесь если не нарисуешь, то не понимаешь, что такое R Что такое Q Значит, вот этот центр O Какой-то Вот этот самый радиус R Вот этот самый радиус R Q может быть как угодно направлено Перпендикулярно, не перпендикулярно Как угодно Вот Вовсе не обязательно, что это движение по окружности Это Q Вот Ну, таким образом у нас имеется эта величина А для этой величины уже было выведено Кстати, очень просто выводится Скажу в два слова Просто дифференцирование вот этого выражения Продифференцируешь по времени Скажешь, получается законно Я сейчас не буду этим заниматься DL0 Теорема об изменении момента количества движения точки По dt То есть скорость вот этого вектора Равняется m0 Ну, в нашем случае, если сила центральная Давайте сейчас мы эту силу нарисуем Ну, сила центральная А центр-то вот у нас Давайте так даже надежно вот так вот нарисуем Будто бы это шарнир Хотя это условно К или от Это сила направлена Какая-то там сила фи У меня ф занята, поэтому я не буду писать ф Какая-то сила От или до Это неважно Главное, что он центр проходит У него момент 0 относительно точки Значит, это у нас 0 Следовательно, вот эта величина векторная Эта величина векторная L0 Константа Значит, если L0 Константа Значит, и модуль постоянный L0 Здесь вектор Константа Константа Эта константа будет играть Существенную роль В нашем последующем выводе Вводится понятие Секторная скорость Но она по-разному обозначается В некоторых Сигма Я буду площади буквы F Обозначать Повторяю, что иногда площадь Обозначается сигмой Df по dt Так называемой Так называемой Секторной скорости Это Скалярная величина Скалярная величина Равная Одной второй Одной второй Модули вот такого Векторного произведения Я сейчас напишу R Векторно На V Векторно Вот такого Для дальнейшего Нам потребуется Уравнение бине Уравнение бине Связывает Радиус Вектор Кстати Модуль Здесь стоит модуль Это не векторное Это скалярное уравнение Радиус Вектор Точки Который движется Под действием Центральной силы Вот это Самая сила В проекции На эту Ось Ось R Ну давайте Где у нас Ось R Вот точка Вот она уже Ушла отсюда Сначала была Вот ось Потом она ушла Сюда Вот у нее R Вот это Самое R Тут и фигурирует Вот это здесь Радиус вектор А там стоит Просто модуль Там скорость Конечно Будет направлена Так А сила Здесь В этом уравнении Стоит в проекции На ось R Ну это Константа С Которую Мы уже обсуждали Масса Это тело Ну и четверка Коэффициент С знаком Минус А дальше Мы делаем Следующее Мы рассматриваем Случай Движения точки Под действием Гравитационных сил Силы гравитации Вычисляются По этой форме Во-первых Видно что это Минус То есть они Направлены Сюда к центру Поэтому подставим Здесь получится плюс Да F Это гравитационные Постоянные Вычисленные Генрика Вендешем Где-то там В начале 19 века Он вычислил Вот она Чему равняется Нам сейчас Не важно Нам сейчас Ведь мы Закон Кеплера выводим Вот если это Подставить сюда То что смотрите У нас получается У нас здесь R квадрат Сократится А давайте мы Подпишем Что у нас сокращается Что останется Да Кстати Надо еще Расшифровать Что значит Два штриха Сейчас я расшифрую R квадрат У нас сократится Если подставим M сократится Минус Уйдет И останется Следующее Да Ну теперь я же скажу Надо было сразу сказать Что два штриха Это производные По фи То есть надо было бы Написать Я просто Это часто буду делать Мне надоедает Написать Д По д фи Дважды То есть Д По д фи Тот самый угол фи Вот он угол фи Вот он угол фи Полярная система Координат Д Два По д фи Дважды Надо написать Единица на Р И так далее То есть Вторая производная Это Два штриха Точкой будем Зачать по времени Значит тогда у нас получается Вот эта величина Единица на Р Два штриха Плюс Единица на Р И Равняется Вот этому Выражению Значит Ф М Ноль Я пишу то что осталось Поделить на 4 С квадрат 4 С квадрат Вот это тоже очень важная величина Мы обозначим Единица на П Единица на П То есть Вот эта величина Единица на П Давайте запишем Чему равняется П Это нам пригодится П равняется 4 С квадрат Поделить на Ф М Ноль Вот Ну Дальше все очень просто Ну что Стереть это Или оставить Давайте оставим В принципе Здесь уже Тольки ясно Вот мы пришли К тому уравнению Которое Очень напоминает Уравнение Которое было В теории колебаний Напомню В теории колебаний У нас был Привязательно такой Таз Х двумя точками Плюс К квадрат Х Равняется Нулю Ну естественно Там синус и косинус В решении будут То же самое будет Здесь только Единица неоднородная Поэтому Да еще проще Здесь был К квадрат А здесь вообще Единица стоит То есть у нас Там был Синус КХ И косинус КХ А здесь Просто единица Значит получается Ответ такой То есть мы Вывели Уравнение Движения Точки То есть Как зависит Радиус Вектор От времени Равняется Сейчас мы здесь А здесь не от времени Здесь от Фи Но Фи Здесь от времени Здесь производная По Фи Ну вот Поэтому пишем Ну традиционно Почему-то начинается С косинусов С1 На косинус Фи Аргумент У нас был по Фи Поэтому без Фи Плюс С2 На синус Фи Ну и силу того Что уровень неоднородный Плюс единица на П Проверьте Это решение Вот это решение Удовлетворяет Нашему уравнению Ну теперь надо Константы С1 С2 найти Ну кое-что Можем сразу же найти Давайте Запишем следующее Что у нас Вот эта картинка Есть Картинки надо написать Следующее Т равно Т равно 0 То есть Начальник Кстати Нам не потребуется Но все-таки Для порядка Т 0 Фи у нас Равняется Фи 0 И равняется 0 То есть Вот у нас Начальник 0 Потом Что нам еще Потребуется Р равняется Р равняется Р равняется Р 0 Но Скорость Давайте Скорость Напишем А скорость Проекции На вот Ось Р То есть Вр То есть Р с точкой Р с точкой Р равняется В На косинус Альфа А вот это Так называемые Трансферциальные Компоненты Напомню Что в полярной системе Корниат Это Р на фи с точкой А р на фи с точкой Р на фи с точкой А фи с точкой У нас Тоже задано Будет Фи 0 И тогда Вот и Р 0 Тогда Р 0 Вот Равняется В Мы тоже С 0 Да С 0 Ну 0 Не буду писать В на синус Альфа То есть Вот это Радиальный Составляющий Вот она А это Трансферциальные Вот она Вот Вот такие Величины Ну это значит Пока не потребуется Вот это подставим Значит здесь Вместо этого Пишем Единицы на Р 0 Единицы на Р 0 Здесь Косинус 0 Это будет Единица С1 Это 0 Плюс Единица на П Отсюда С1 Мы нашли Значит С1 Равняется Единица на Р 0 Минус Единица на П Найдем С2 Но С2 Надо Оставлять Там где Скорости Но не скорости Производные По Фи Или по Времени Значит просто Продифференцируем По Фи Значит Получается Единица На Р Штрих То есть По Дфи Равняется Цена Р Это Минус Единица на Р квадрат И на Др По Дфи Ну Это Нам Мало Что Дает Мы Др По Дфи Ну Условно Деляя на Дт Числитель Знаменатель Получается Р с точкой Фи С точкой Получается Минус Единица на Р В квадрате Р С точкой На Фи С точкой А нас Это Интересует В начальный момент Времени Когда Фи Равняется Нулю Поэтому Здесь Мы напишем Здесь Нолик Здесь Нолик Здесь Нолик Вот Нолики Понаставили А здесь Возьмем То Что Здесь Взяли Производную Производную От С1 На косинус Получается Минус С1 Синус А Фи У нас Ноль Нуля Да Плюс С2 Косинус Фи А Фи У нас Ноль Нуля Отсюда Получается Что С2 Вот она С2 Равняется Ну Здесь У нас С минусом Да С2 Равняется Минус Единица На Р Квадрат Р С точкой Ноликовая На Фи С точкой Ноликовая Они даны У нас Вот Одну Константу С2 Мы Несколько Изменим По виду Хотя Это Не обязательно Было Делать Вот Мы Заметим Что Изначальных Условий Вот эти Написаны Поделим На другое Здесь Образуется Катангенс Альфа А здесь Получается Р Ноль С точкой На Р Ноль На Фи Ноль Тоже С точкой Следовательно Вот отсюда Если Излечь Вот это Р Ноль Фи Ноль И Одну Из Этих Которые В квадрате Здесь Получается Вот это Выражение Для С2 Итак С1 С2 Найдено Ставим Вот в это Выражение Ну Фактически Вот это С1 Это С2 Вот Ну Такой Ответ Получается Но Это Еще Не Все Надо Показать Что Это Уравнение Либо Эллипс Либо Парабола Либо Гипербола Для Это Надо Преобразовать Вот Это Вот Сейчас Обозначим Цветом Обозначим Типичный Пример Обозначим За D На косинус Некой величины Эпсилон А вот Это Вот Вместе С минусом D На Синус Некой Величины Эпсилон Если D Вынести Так Будет Плюс Получается Косинус Разности Значит Получается Единица На R Вот Мы Приближаемся К ответу Равняется D На Косинус Разности Ну Косинус Четный Хоть Фи Минус Хоть Эпсилон Минус Фи Одно И то же Будет Фи Минус Эпсилон Но Это Никто Не денется Плюс Единицы На П Единица На П Но Долго Эпсилон У нас Не Просуществует Мы Сейчас Заменим Вот Эту Скобочку Фи Минус Эпсилон Заменим На Пси На Пси Другой Угол И умножим На П Получается П На Р Вот уже Почти Что Все Равняется D На П И На Косинус Пси Я хочу Подвести Вас К одной Важной Величине Которая Здесь Выстекает Автоматически Плюс Единица А вот D На П Назовем Е На самом деле Это будет Очень важная Величина Вот Вы проходили Аналитическую Геометрию У нас Были Крывые Второго Порядка Эллипс Парабола Гипербола Ну и там Вводились Некоторые Параметры Кажется Это как бы С потолка Был такое Понятие Как Эксцентриситет Кстати Многие Кто Так Поверхностно Учит Они не могут Признести Слово Эксцентриситет Вот А чтобы Выучить его Надо Сначала Медленно Скать Экс То есть Бывшие А потом Центриситет А потом Быстрее Эксцентриситет Вот Итак Это вот Самый Эксцентриситет Но Эксцентриситет У нас будет Обначаться Не эпсилом Обычно Эпсилом Но занятой Буквой эпсилом В этих Превозований Обозначается Буквой Е Обозначим Таким Образом У нас Получается R Вот Ответ R равняется R равняется Перевернуть P Поделить На единица Плюс E На косинус Пси А это и есть Уравнение Эллипса Парабола Или гипербола В зависимости От этого E Если E Будет Больше единицы Гипербола Если равна единица Парабола Если меньше единицы То эллипс Ну Надо конечно Сейчас повторить Что такое Эллипс И какие у него Характеристики Очень кратко Но это совершенно Необходимо Вспомнить Аналитическую геометрию За первый курс Что такое Эллипс Значит Геометрия Вот тебе Сумма Расстояния Будет постоянная 2А Вот отсюда До сюда Это Большая Полуось Большая Полуось Тоже А Вот это Отсюда До сюда Малая Полуось P Я чувствую Что опять Как будто Высшая математика Преподаю Я раньше Немного Преподавал Высшую математику Б Довольно Любопытно Самый интересный Раздел Как раз Аналитической Геометрии Б А вот это Расстояние С С Ну известно Что эксцентриситет Который у нас Обозначен Буквой Е Е из всего Что мы делали Оставил только Вот эту формулу Ну потом Надо еще С повторить Эксцентриситет Это отношение Вот этого С к А С к А Это по определению С к А Ну еще Важная формула Вот если мы Переведем сюда То вот это будет А Это А Сумма расстояния Значит сумма 2А Да Сумма 2А Постоянная 2А Значит это будет А Это вот А А это Б Отсюда у нас известно Что А в квадрате Равняется Б в квадрате Плюс С в квадрате Есть Так Но теперь можно Еще вот что Есть еще так называемый Фокальный параметр Вот сейчас вы посмотрите Раньше вы вводили Наверное тоже изучали Это дело Вот это не все изучают Это буква П Обозначается И вот П Фокальный параметр Вычисляется как Б квадрат на А Откуда это простекает Откуда Какого-то я взял Написал Б квадрат на А Это очень просто Уравнение Эллипса Но уж это я вводить не буду Я просто запишу Что Х в квадрате А это ось Х А это ось У Х в квадрате Поделить на А в квадрате Плюс У в квадрате Поделить на Б в квадрате Равняется Единице Если мы возьмем Вместо Х Вот эту точку То получим вот эту точку Ну или Б эту Плюс-минус Возьмем Х равно С Получается С в квадрате На А в квадрате Плюс Вот этот самый У В квадрате На Б в квадрате Равно Единице Откуда видно Что У равняется Именно вот этому Сейчас мы выведем Значит Получается У в квадрате Равняется Б Квадрат забыл Б в квадрате Б в квадрате На единице Минус С квадрат На А в квадрате Так Да Все верно А что такое А квадрат Минус С В квадрате Так А это Равняется Значит Домножим на А квадрат Получается А квадрат Минус С квадрат А квадрат Минус С квадрат Это Б квадрат А квадрат Минус С квадрат Это Б в квадрате Получается Б в четвертый На А в квадрат b в четвертый на а в квадрат извлекаем корень и получаем это выражение вот и так это выражение кстати нам потребуется еще кое-что нам потребуется еще выражение через эпсилон через эпсилон вот смотрите здесь вот я сделал следующее вот это уровень у нас было уже для b, a и c я нашел отсюда b в квадрате это а в квадрат минус с квадрат а c заменил на е на а получилось а квадрат минус а квадрат на е квадрат а быстренько вынес за скобки получилось единица минус е в квадрате извлек корень b равняется корень единица минус е в квадрат на а а теперь вот эту штуковину ставлю сюда вот такое довольно-таки замудренное но я просто иду к цели вот одна из целей у меня была вот эта я уже вывел а вторая я хотел p выразить мы подставляем сюда получается p фокальный параметр равняется p фокальный параметр равняется вот это в квадрате то есть единица минус е в квадрате корень исчез, то что в квадрат возлег возвел а в квадрате а в квадрате здесь у нас сократилось а надо было так написать единица минус е в квадрате умножаем на а так, ну, кстати, надо связывать с безразмерностью но е это безразмерная величина, да а это в метр, допустим, это тоже фокальный параметр то есть это расстояние над фокусом это тоже постоянное ну, кажется, все готово для этого вспомним, что у нас под действием центральной силы точка имеет постоянную секторную скорость причем постоянная c у нас была обведена напомню, что у нас там было f равняется ct, ну и плюс какая-то константа нет, лучше не c0, а f0 у нас начальная скорость была то есть начальная площадь была 0 у нас ничего не обметало еще, да значит, если мы ищем период обращения ну, на самом деле, планеты вокруг Солнца или спутника вокруг Земли период обращения точки по вот этой замкнутой кривой которой, как мы убедимся, будет эллипс то здесь вместо t надо поставить период t а вместо f0 ставить 0 но получается таким образом площадь эллипса если площадь эллипса это πAB это площадь эллипса а это у нас то, что получилось за счет того, что у нас секторная скорость постоянная то мы вместо b подставим его выражение вот, мы не зря его вводили, получилось потом возводим в квадрат здесь у нас отделяем вот в этом выражении а в четвертой на эту скобку мы а на эту скобку днится минус е в квадрате вспомним, что это у нас p это равняется p таким образом получается c в квадрате t в квадрате равняется π в квадрате а в кубе чувствуете, в кубе там уже кубы фигурирует в законе Кеплера умножаем на p вместо p ставим наконец то, что мы обозначали вот помните, когда мы там в правой части у нас было какое-то выражение мы написали единиц на p так вот это какое-то выражение вот оно и есть, вот я вспомнил его вот оно ставим его сюда здесь у нас что сокращается? вот это c квадрат и этот c квадрат сокращается и получается t в квадрате равняется π в квадрате оставляем что останется? четверка остается на первом месте напишем, это сократилось здесь f, m, 0 и самое главное а в кубе то есть вот это и есть закон Кеплера что квадраты периодов относятся как кубы больших полосей планет но если речь идет о планетах значит планеты движутся вокруг Солнца так вот квадраты их периодов относятся друг к другу как соответственно кубы то есть возьмем одну планету одну планету почему массы планет здесь нету? m0 это масса Солнца она и для Юпитера и для Земли и для Венеры и Меркурия, Марса все одно и то же она сократится возьмем, запишем это для Земли напишем Z, Земля здесь А, Земли то же самое запишем для Венеры и там берем отношение это 4π в квадрате и это все сокращается градационное постоянное естественное но то и постоянное что она сократится ну и получается вот тот самый закон Кеплера это их